У нас сегодня здесь собрал Александр Владимирович. И несмотря ни на что, давайте сегодня постараемся избежать грустного и печального настроения. Потому что наш Александр Владимирович оптимист. И давайте вернем его в жизнь, вернем его же жизнью, его поступками и принципиальностью его бытия. И в первую очередь мы хотели бы поблагодарить Московский финансово-юридический университет и лично ректора Алексея Григорьевича Забелина. Он будет чуть позже. Который дал возможность нам сегодня собраться, встретиться всем вместе. Александр Владимирович уже очень долго сотрудничал, просто сотрудничал, работал в Московском финансово-юридическом университете. У него здесь было реализовано много идей, начиная от Института социоэкономики, заканчивая совсем недавно созданным Институтом государственного планирования. Конечно, множество мероприятий, конференций. Вспомнить только огромный международный форум в честь столетия Октябрьской революции в 2017 году, который проходил здесь. Очень мощно, красиво. Даже дерево в честь этого здесь посажено на территорию Московского финансово-юридического университета. Поэтому спасибо этому университету. И Алексей Григорьевич скажет чуть позже, когда подъедет. А первым я хотела бы дать слово Олегу Николаевичу Смолину. Вы все его прекрасно знаете. Доктор философских наук. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по высшему образованию и науке. Но в первую очередь Олег Николаевич, товарищ и друг Александра Владимировича, который не один десяток лет был рядом с ним. Да, уважаемые товарищи. Наталья Григорьевич, грустных ноток со всеми, конечно, не удастся. Думаю, что ушел Александр от нас слишком рано. Сделал очень много, но ушел слишком рано. Иногда говорил бы, пусть уйду пораньше, а то сделаю больше, но слишком рано ушел. Но я думаю, что не только все здесь собравшиеся, но и еще и сотни, и тысячи человек будут помнить. Александра покажу будет. Мы будем помнить его как лидера политического направления. Я помню, как мы познакомились, когда в 90-м, по-моему, это было году, когда я сначала попал на собрание демократической платформы в КПС. Сочувствую, что это не то. Слишком много либерализма. Потом пришел на собрание марксистской платформы, и вот это вроде как мое. И с тех пор мы действительно с Александром дружились, вместе работали. Мы, конечно, будем помнить Александра как лидера научного направления. Если я правильно помню, даже на либеральном эконом-факе глобальный капитал был оценен очень высоко. Ну а журнал «Альтернативы» был, естественно, аупором левого направления, в, как это называется, на западе, да, не сталинических левых в нашей стране. Мы, конечно, будем помнить Александра Бузгалина как товарища, но Бузгалин-Колганов это почти как Марк Ценгельс. Вот, мы будем помнить Александра как человека, который сохранил на всю жизнь любовь к своей Людмиле. Ну, я много раз про это слышал. Олег Григорьевич, ну вы же испытывали обаяние Людмиле. Я, ну, осознавайтесь, ну, сознаюсь. Ну, сознаюсь. Вот, это не каждому удается в жизни, да, любовь на всю жизнь. Не всегда так бывает. Вот, мы, конечно, будем помнить Александра Бузгалина как одного из лидеров оппозиции в системе образования. Я помню, как он однажды обидел, не худшего, кстати, министра образования Владимира Филиппова. У нас были парламентские слушания. И Владимир Михайлович там активно продвигал идею софинансирования образования. Александр сказал, ну, говорит, финансирование и софинансирование. Сотносится примерно как пение и соппение. Вот. Ну, что сказать. Бесконечно зали. Бесконечно зали. Бесконечно зали. Бесконечно вы не помните. Я знаю Александра Владимировича 52 года. Фактически. Всю создаю жизнь. Уже с первых месяцев пребывания в университете на одной физической скаме почувствовали, ну, определенное родство, которое нас связывало. Родство, в первую очередь, идеи. Ну, не только. Вообще, у нас сродни общий взгляд на жизнь. И вот эта вот связь, которую мы почувствовали в 1971 году, она остается до сих пор. Но в нашей связке, конечно, он был лидером. Я могу это сказать без всяких колебаний. И очень много я у него научился. Не знаю, чему, может быть, он научился у меня. Я даже предположить не могу. Но я у него научился в первую очередь дьявольской работоспособности. Конечно, до эвакуирования я так и не дотянулся. Но, по крайней мере, та работоспособность, которая у меня есть сейчас, ей я обязан в первую очередь его урокам. Последовательность, организованность и общественная активность – это то, что я получил тоже от него. Он всегда занимал активную общественную позицию. И постоянно… Я человек в этом смысле более энергий. Но, находясь рядом с ним, я постоянно тоже вовлекался во всякие общественные дела. И всплеск политической активности конца 80-х годов тоже оказался уже нашим совместным делом. Почему я совершенно спокойно признаю за ним лидерство? Потому что этот человек буквально горел своим делом, своей идеей. И этим пламенем он зажигал всех вокруг, в том числе и меня. И этот огонь, я смею надеяться, не погас. Потому что никто, находясь рядом с ним, не мог остаться равнодушным, не мог остаться полностью в стороне от того дела, которое грело и кипело Александр Владимирович. Это то, что привлекало людей, согревало людей, поднимало людей. И поднимало в том числе и его чисто человеческое боение. Он действительно мог быть очень хорошим другом, и не только мне, но и многим другим людям. И это качество, на мой взгляд, сыграло немалую роль в том, что вокруг него объединилось такое большое количество народа. И я думаю, это не только вопрос личных качеств Александра Владимировича, но это еще вопрос той идеи, которую он дарил. Та идея, которой он служил всю свою жизнь, именно она подвигала и его, и многих других на те дела, которые мы вместе делаем. Идея эта, на самом деле, заслуживает того, чтобы служить ей всю свою жизнь и фактически отдать жизнь за эту идею. Идея коммунистическая, в первую очередь. Я должен сказать, что мне повезло еще и в том отношении, что я с первых студенческих лет окунулся в ту же атмосферу, в которой воспитал свои качества Александра Владимировича. Я длительное время жил в его семье, и, несомненно, влияние его родителей, в первую очередь его матери, Нинаевна Пузгалиной, оно оказало на меня огромное влияние. Я увидел людей, которые действительно способны служить идее беззаветно, без остатка, которые не просто пропагандируют эту идею, не просто верят в нее, но и сами живут этой идеей. И не очень известный немецкий философ Юлиус Руб сказал как-то, что человек, который познал истину и не живет по истине, которую познал, худший враг истины. Так вот, Александр Владимирович жил по той истине, которую он познал. Он был совершенно ярким и очевидным примером коммунистического человека. И я думаю, что этот пример не должен пропасть Нику Крусовичу. Я думаю, что мы все, независимо даже от того, в какой степени мы привержены этой идее, находимся под впечатлением того, как этой идее служил Александр Владимирович. И долг чести, долг совести неизбежно будет вести нас вперед по тому же пути, по которому шел вперед Александр Владимирович и который проложил для нас. Этот путь не зарастет, и он не должен зарасти. И по нему пойдут еще очень многие и многие. И в этом я вижу самое главное из того, что мы можем сделать для его памяти. Спасибо. Ну, прежде всего, позвольте, я вам благодарю вас за поддержку, и оно очень значимое. Вы знаете, эту презентацию я назвала «Принципиальность бытия». Вот у Александра принципиальность была во всем. И она не определялась, как, знаете, человек помнит эти принципы. Она была органика. И эта принципиальность проявлялась во всем. Когда он выступал публично, он всегда заявлял свою марксистскую позицию, ну не просто называнием себя марксистом, она проявлялась в методологии, в той системе аргументации, которую он выстраивал. И эта позиция проявлялась в отношениях со своими коллегами. При этом всегда, никогда не идя на конфликты, а если были противоречия, никогда не камуфлир был. Он их обнаруживал, даже включал своих друзей, товарищей, коллег в эти противоречия. Но всегда показывал, раскрывал их. Это очень важно. И в этих этических отношениях он всегда даже не говорил. Нравственность – это когда ты отвечаешь за другого. Не занимаешься таким, знаете, духовным, абстрактным, совершенствованием себя, абстрагируем за других. Помните, как в фильме «Кавказское пленение» или «Бриллианты в руках», когда этот Миронов уйдет за, он шел в голову. Понимаете? Вот здесь, вот эта принципиальность проявлялась и в этих вещах. Принципиальность проявлялась у него как руководитель, комиссар. Он никогда не был начальником. Вот ребятки молодые. Все проекты сделали равноправным. Не то, что равноправным. Он старался брать самые тяжелые вещи, но никогда не был начальником. Комиссари. Мне это понятно, потому что я выросла, мои сестры выросли на отце, который закончил войну в 17 с небольшим лет. Уже тяжело раненый, поехал при взятии Кеннезберг. И сам он был комиссаром. Поэтому, как ощущение, вот эту органику коммунистическую. Отец был человеком, знаете, коммунистической органики. Он смог с утра прийти и сказать, ты понимаешь, что в Аргентине случилось. Так рассказ, как вот это, вот задело там кого-то наших близких. И я с этой органикой встретилась, с Александром. И вот в Саше никогда не было, знаете, надужных вот этих белых швов, которые внутри связывали все эти формы его жизни. Нет, это все было целостно. И вот эта принципиальность, она, знаете, как магнит, соединяла все вот в ту целостность, которая давала ему легкость. Давала ту легкость. И, знаете, и она была снова где-то и таланта. Но это идея всегда. Это, знаете, целостный человек идея. Он всегда музыкальный, там музыка в нем есть. Самый тяжелый род предательства, которое он переносил, ох, как тяжело, когда он, возвращаясь откуда-то, говорил, какие мозги и какой нищий нет. Потому что понимает, ну, всякий человек, который хоть что-нибудь понимает в людях, он понимает. Мещанство, болото, оттуда еще никто живым не выходил. Будь ты великий актер, будь ты режиссер, ученый, тебе болото там засосет, и ничего не останется, кроме памяти. Вот потом вспоминать можно. И еще очень важная вещь – это то, что Александр… Я благодарна необычайно-философскому факультету, не только Саше, вы очень пригодите. Потому что он пришел на философский факультет, когда еще был Владимир Васильевич Миронов, вот сейчас уважаемый Алексей Павлович Козырев. Он пришел туда, знаете, не с тем, с чем приходили к нему часто, и что он не любил. Когда приходили, говорят, слушай, слушайте, а у меня вот есть такая идея, давайте сделаем. На что Саша отвечает, ну, давайте сделайте. А когда сделайте, позовите меня, мы обсудим. Нет, человек назвал здесь доброделы. Начинай. Ты можешь потом, глядя на тебя, на твой энтузиазм, потом учатся другие. И вот Александр пришел на этот факультет уже со школы, постсоветская школа критического марксизма, которая была сформирована 30 лет. Вот потому что эта линия шла с марксистской платформой. И там она формировалась в дискуссиях, тяжелых дискуссиях, где вообще в 90-е годы, я помню, делала кандидатскую по 20-м годам, так там даже Генгеля как-то было не очень рукопожатно называть. И да, было и так. И вот Александр пришел с учениками, с наработанными теоретическим наследием. Вот тогда можно и работать. И так, как и Владимир Васильевич Миронов, и вот Алексей Павлович, люди светлого ума, широких взглядов, быстро почувствуют, они еще до этого почувствуют. А ветер-то из той же начинает разворачиваться. И не в те грузы. Еще один момент очень важный. Я не случайно говорю, Саша не нуждается в моих словах. Вы знаете, он всегда говорил, никогда, ну что вы будете агитировать за советскую власть на своей территории? Идите на другие территории. Идите к импералам, к социалам, к кому хотите. Но мне надо приходить туда, выслушивать потом на фуршете, что-то там говорить? Нет, выступайте. И вызывайте огонь на себя. И я всегда говорила, я всегда любил сидеть не против, а напротив, чтобы видеть лица своих оппонентов. Мысль, прочувствуюсь во всей полноте, противоречие. И вот знаете, он делал в дискуссии, он сам навязывал не то, что, он, надо было сказать, навязывал дискуссии. Вышелковой экономики. Я не знаю, кто тогда там был из этих ныне известных экономик. Вы с Сашей там спорили. Ну ты не помнишь, но я не знаю. Это уже в университете с Лимоновым, с Вовиным, с Цыпком. То есть он совершенно разный. Он даже, знаете, применял какой метод? Вот конференцию. Ну выйдет один, скажет там, да, да. Нет. Он делал доклад и приглашал трех оппонентов. Социал-демократов, социал-демократы, либералы, ну и какого-нибудь там ну такого националиста. То есть он вызывал огонь с трех позиций, а потом дал ради. Вы знаете, вот так в этом случае завязывали такая драматургия, которая удерживала молодых ребят, которые приезжали из провинции, думали, ну сейчас посидим здесь, дай мне, да пойдем потом куда-нибудь. Нет, они оставались. Потому что ничего более протекательным, чем драматургия. На этом искусстве, что же держится. И вот Александр еще, я вчера, готовя вместе с Виктором хочу вам эту презентацию, я пробежалась по его выступлению на 28-м съезде. И смотрите как, он же навязал. Он был на втором этаже, там гости, делегаты все внизу. Пройти нужные этажи нельзя было. Он добился того, что ему дали слово выступать. Вот подсчитайте, во-первых, это потрясающее актуально, как сегодня. Он давал критику партии, которая там сидит, и сказал, что грядет большой пожар. И просто вот схватывал эти противоречия, этот нервный узел противоречия общественных. И вот почти завершая, хочу сказать. Понимаете, да, и Александр, вот критерием состоятельности, вот такой истинности человека, является красота. Вот если вот человек, он реагирует на это чувство красоты, у него потребность. Дома всегда у нас звучит орфей, потому что, ну, как-то выстроить, ну, как-то защитить себя от этого мира, через денег. В консерватории всегда ходил, мы ходили, когда программки, он этих программках все записывал, какие-то мысли. Я потом покажу, что я сделала на тайну, по секрету от него, потом уже на его день рождения преподнесла. И заканчиваю, хочу сказать. Александр Владимирович, я скажу Сашенька, мой Сашенька, это красивый человек. Красивой мыслью, красивыми поступками. Он его даже, вы знаете, вот критерием принципиальности бытия является, является самым главным критерием, это поступок. Поступок мысли, поступок чувства, поступок отношений, поступок дела. Бахтин говорил, что поступок соединяет жизнь и культуру. И вот, ну, с ним опасно было находиться вместе. Я была плохая жена по две причины, что другая бы жена успокаивала, а я сама почти такая. Понимаете, Лешик, я не надо, идти и тут же. И можно похвастаться. У Александра вот были тупиковые, какие-то сложные. Делаем конференцию в Ленинской библиотеке, поднимается какую-нибудь городскую сумасшедшую, начинает кричать, не знаю, что с ним делать, хитрости не помогают. И мы придумали с ним. Мы сказали так, мы организуем секцию экстрадинажных хозяй, таланковых хозяй. Они все прошли туда, пошли все туда. И они сказали, нет, 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 вы нас не будете публиковать. Сэр говорит, будем, подготовьте, прочитайте статьи, подготовьте, отредактируйте. Как же ему ничего делать? Ну, иди, бывает, такая честная таланковая. Так вот. То есть, ну, надо какие-то вот такие решения. И вот Сэр, его бытие это мастерка у нас. И вы знаете, ведь вот мы дома живем с близкими, они свидетели таких вещей, которые даже по-сторонним могут не догадываться. Я так жалела, чтобы тот под столом бы хоть сидеть и слушать, так что он говорит, дом. Потому что очень талантливый. Вот не запишешь, ну что, живой разговор, не больше записывать там на салфетке, у нас вот такая гора пакетов с этими салфетками, где здесь есть записи всякие. И вот этот мастер-класс, этот мастер-класс, он подтвердил один закон. Подтвердил один закон. В культуре нет старых молодых, нет старого Леонарда и молодого Леонарда. В культуре нет возраста. В культуре времени нет, оно снимается в отношениях. И вот бессмертие человек обретает в культуре. В культуре. А в культуре пока ты актуальный, живой, необходимый, ты не существуешь, усталей, все, тебя нет. Ну, может быть, вспомнит кто-нибудь из специалистов и так далее. Вот для Сажи понятие память не годится. Он жир на векторе устремленности даже не в будущее, а из будущего в настоящее. Ему коммунизм не нужен был. Как Майковскому не нужен был коммунизм. Это люди были коммунистической органики. Для себя им коммунизм не нужен. Но они забегали туда. Ему нужен был коммунизм, чтобы оттуда из коммунизма поднимать что ли в нем градус внимания к этому вопросу, в котором человек очеловечивается. Ведь у Карла Лехни коммунизм есть культура. Там очень красивый марксист Степанович Логин исследовал эту проблему. И вот этот коммунистичность она всегда крылата. Это чувствуется. Она всегда крылата и поэтична. Вот теперь чтобы быть с Александром надо вот в это будущее идти. Или оттуда сюда. И у Маяковского завершают совсем. Есть такие строчки. Повторю неправильно там в конце я поставила слово сильный топчется на месте, чтобы отрефлексировать на это время. А сильный уходит вперед, чтобы тащить за собой понятое время. Вот это и про Александра. Кстати, в Маяковске проделись в один день. Спасибо, извините. фрагменты автобиографические его текстов. И у нас возникло изобрелось коллективно такое название «Родина коммунизма». Ну, на ум подходит еще строчки с чего начинается Родина. Фрагмент из письма молодым сталинистам. Я принадлежу к поколению, чья молодость пришлась на период Брежневского застоя. Мои коллеги по МГУ в этот период повально увлекались Высоцким и Акуджавой, а то и Галичем, Гитлз и Роллинг Стоунс. Гонялись за настоящими джинсами и при этом всеми правдами и неправдами стремились перескочить из комсомола КПСС, чтобы делать карьеру то ли в журнале «Коммунист», то ли в иных вредных местах, с которых оказалось несложно перепрыгнуть в премьеры или хотя бы в министр антикоммунистического правительства. Но сам я вырос, наверное, благодаря моим родителям, пионервожатым и учителям, коммунистом-романтиком. Для меня миры Гайдаровского Мачишаки-Бачиша, Секловской Гренады, Евремовского Часа-Быка и Хищных Вещей Века Стругацкой были гораздо более близкие, чем официальные словословия в адрес Брежнева или подпольное чтение Солженицы. И все же, когда в 1979 году мы с Андреем Колгаровым написали свою первую книгу о системе социалистического самоуправления, включавшую обширные выдержки из государства и революции Владимира Ильича Ленина, о среднезаработной плате для высших чиновников, всеобщей выборности и сменяемости руководства и других черкак реальной демократии. Ее запрет не стал для нас неожиданностью. Разрыв социалистических идеалов, закономерности генезиса царской свободы и практики реального социализма был очевиден для всякого серьезного исследователя марксиста. А методу Маркса критической, творческой, материстической диалектики наши учителя нас смогли научить. Не стало для нас неожиданностью предательства высшей и особенно активно цинично прагматичного молодого поколения низшей партийно-государственной номенклатуры. В отличие от ура-патриотов и права-диссидентов мы знали, что кризис нашей системы имеет прежде всего внутренние причины, что ни ЦРУ и защитники буржуазной демократии из числа интеллигентов, а члены ЦК и обкомов станут главными могильщиками нашей системы. Мы об этом знали и писали в стол для друзей, для студентов готовясь к будущему кризису. Надеюсь, что его можно будет превратить в волну очищения и рождения подлинно социалистического общества, того, что даст человеку возможность реализовать весь свой творческий потенциал в целях свободного гармоничного развития каждого. Следующий фрагмент памяти моей мамы, настоящего коммуниста. В 10 лет Нина Ивановна осталась одна на руках с больной мамой, с парализованной бабушкой, приписав себе несколько лет пошла работать сначала на завод, а потом в госпиталь с санитаркой. И как она рассказывала об этих годах с теплом к людям, не скрывая противоречий, погружая меня с детства в мир, где главные люди это те, для кого служение родине, коммунизма, настоящее товарищество и чувство долга, человеческое тепло и самопожертвование не пустые слова, а жизнь. Еще ее рассказы это всегда введение и оборотной стороны медали, тупого месчатского безразвития. После войны она вместе с отцом уехала в Польшу, где не раздумывая стала одной из тех, кто бился с остатками фашистских, бандеровских и других сволочей и поднимал страну из руи вместе с товарищами из боевой регистрационной группы польской комсомольской организации, членом которой она стала сразу после приезда в Польшу. Причем к плечу с удивительным человеком Романом Коном, внуком известного польского лекционера Феликса Кона, участника антифашистского подполья в годы войны, примером которого она вдохновлялась. Они созидали ростки нового мира. Мы наш новый мир построим, это для них. Тех, кто шел через ад, через смерть товарищей, зная, что они правы. И я знаю, что они были правы, боролись не зря. И на заветах этой борьбы живут мои товарищи, живу я. Уже после инфаркта, вынудившего ее уйти с работы, мы вместе с ней учились на экономическом пакуте МГУ. Куда она посоветовала мне поступить. Именно вместе, думая над проблемами будущего человечества, для нас это не высокие слова, а вызов нашей жизни. Вместе, вслух, даже на пляже, читали экономико-философские рукописи Маркса и науку Гегеля, науку-логики Гегеля, фантастические книги Ефремова, и стихи Лермонтова. Вместе с ней я первый раз пришел в армитаж и в большой зал Ленинградской филармонии. Вместе с ней понял красоту классической музыки и тишину балтийских закатов. И радость, говорите о самом важном, жуя в морсковском трамвае краев свежего хлеба, запивая его молоком. И счастье вместе петь революционные песни, на которых я вырос с младенчества. Черз идет под знаменем красный командир. Она была очень интеллигентным человеком, моя мама. очень чутким, очень сложным, очень требовательным, и твердым. У нее всегда была своя позиция, и на ней она стояла до конца. Рядом с ней всегда были те, кому нужен совет, помощь, поддержка, и те, кто сам несет свет. Ее друзьями были артисты и ученые, рабочие и военные, подростки и старики. Моя мама помогла мне обрести друга. На первом курсе МГУ мы стали настоящими товарищами, друзьями с Андреем Колгановым, и он очень быстро стал членом нашей семьи. Мои родители приняли его как родного, и с тех пор он мне и друг, и брат. И для мамы он был очень близким человеком. она очень радовалась нашим успехом, успехом моего друга Андрея Колганова, моей жены Людмилы Булавкиной, моим всего нашего альтернативского товарищества. Радовалась тому, что мы продолжаем дело ее родных, друзей, ушедших товарищей, дело, которому они с моим отцом посвятили всю свою жизнь, дело коммунизма. Она очень любила нас, очень. Мы десятилетия жили в атмосфере забот, тепла и любви, тепла и любви, которые нам дарят мама и папа. Но я всегда знал и другое, что в моем мире и в моей стране есть недруги, есть равнодушные, есть никакие. И моя жизнь и судьба, долг, и счастье продолжить в меру своих сил борьбу за царство свободы. Строки о нем из третьего тома Капитала мы вместе открыли для себя во время моих первых студенческих летних каникул в парке под Минградом. Мама очень любила этот город и все последние годы прикованная к постели мечтала как мы вместе с ней туда обязательно еще раз поедем. Моя мама тяжело болела более 20 лет. Голод военной пары, раны полученные в Польше, инфаркт, инсульт. Она почти не могла двигаться, но она жила и вдохновляла нас. всех нас на жизнь. Дом моих родителей стал штаб-квартира альтернативой. Домом постсоветской школы критического марксизма. И он останется таким, потому что моя мама жива. Она навсегда рядом с нами. И последнее. Когда Александру Владимировичу написали письмо с соболезнованиями по поводу ухода из жизни его отца, он ответил «Печаль это не повод опускать руки. Мы должны выполнить наш долг перед нашими отцами по развитию того направления, основы которого они заложили». Спасибо. Слушая слова, которые здесь зачитывались, писающий монолог Александра Владимировича, я подумал о том, что это был настоящий советский романтик. Мой отец был такой же. Он другого поколения, он старше на 30 лет. фронтовое поколение, ему сейчас было бы сто лет исполнилось уже. Но он тоже был политико-эконом. Хотя по образованию он был инженер-мостостроитель, закончил МИИД, но стал преподавать политэкономию в средних учебных заведениях и даже стал председателем методсовета Минвуза СССР по политической экономии. Ездил по стране, проверял, как обстоят дела с преподаванием в средней школе. И я от него всегда с детства слышал фамилию, но прежде всего фамилию Цоколов. Для меня эти фамилии были знакомые, родные, и даже вставал вопрос, куда мне идти, на философский факультет или на отделение политэкономии экономического факультета. Но вот последние годы, когда папа уже стал стареть, но все-таки он коммунист с 68-летним стажем, он не сдавал партбилет и всегда считал себя членом партии. Я слышал от него и фамилию Бузгалин. То есть фамилия Бузгалин вошла в наш дом гораздо раньше, чем Александр Владимирович вошел на философский факультет. Ну, а потом, уже, когда я был заместителем декана по научной работе, пришел Александр Владимирович, и об этом Людмила Алексеевна сказала, Владимир Васильевич с радостью принял его идею создания центра современных марксистских исследований. И этот центр врос, можно сказать, в структуру нашего факультета. Может быть, то, что было трудно по каким-то причинам делать на экономическом факультете, где-то было непонимание, где-то было расхождение в идеологических постулатах, Александр Владимирович стал делать у нас. И я с радостью помню и те мероприятия, которые мы вместе провели, и тот импульс, который он дал факультету. Потому что вот уже сейчас я смотрю конференции, которые у нас проходят. 200 лет Кропоткину, 150 лет Богданову, вот четверг будет 200 лет Петру Лаврову конференция. Это мероприятие, которое не центр Бузганина делает. Это мероприятие, которое делает факультет. Но влияние и общая атмосфера, что есть вот эта очень важная часть нашей традиции интеллектуальной, я не побоюсь этого слова, духовной традиции, поскольку коммунизм это ведь тоже духовная традиция. Это не только экономическая доктрина, экономический материализм, как его называли у критики, но это и мощная вера в будущее, основанная на мощной социальной теории, которая приняла, заметьте, такие умы, как молодой Бердяев, молодой Булгаков, молодой Франк, которые все прошли через научную школу марксизма. Ну, Александр Владимирович был действительно очень обаятельным человеком, когда Владимир Васильевич Миронов ушел из жизни, также внезапно, три года назад, он нас очень поддержал, то есть он как бы вихрем ворвался ко мне и сказал, ну что, продолжаем работать. И, мне кажется, факультет работает до сих пор и работает неплохо, потому что была команда, которую сформировал Миронов, и которая могла решать задачи, даже когда Владимир Васильевич был болен или устал. Конечно, Александр Владимирович уникальный человек, который зажигал сердца всех вокруг, всех, с кем соприкасался, всех студентов, всех преподавателей, всех, с кем сводил его судьба и таким уникальным пламенем, чьи искры остались в наших сердцах. Мне кажется, что они будут разжигаться и дальше через всех нас, через каждого преподавателя, через каждого его друга и соратника. Очень сложно говорить после таких проникновенных слов. Действительно, что можно сказать, удивительный человек. У нас была большая честь с ним сотрудничать. Он открыл в университете в ЮА институт социоэкономики и тоже внес огромный вклад в развитие наших студентов, объединил молодых людей и профессиональное сообщество со всех уголков нашей планеты. Мне кажется, что этот человек был человеком мира, который являлся, можно сказать, душой душой своего дела и искренне любящий и понимающий свою миссию на земле. Хотелось всем вам сказать о том, что у нас институт социоэкономики сейчас будет назван именем Александра Владимировича Бузгарина. Дело его продолжается и мы хотим всех вас пригласить в сотрудничество, чтобы продолжать его большое и важное дело, его миссию и вовлекать как можно больше студентов и преподавателей для развития его дела. Спасибо большое. Сегодня, к сожалению, очень многие не могут присутствовать и если бы этот зал сегодня мог бы собрать всех тех, кто всей душой хотел бы здесь присутствовать, кто знал, близко работал с Бузгарином, здесь бы просто собрался новый интернационал. И сейчас я прочту слова Сава Самацаса, лидера миссийской партии Греции, философа, члена редколлегии журнала «Альтернатива», которого он прислал вот для нашего с вами сегодняшнего собрания. Мне, как и многим другим людям по всему миру, которым посчастливилось быть его настоящими друзьями, наш Саша всегда читал бессмертные стихи Велимира Хлебникова. Еще раз, еще раз, я для вас звезда. Звезда даже издалека шлет свой свет. Она помогает ориентироваться в темные времена тотальной дезориентации мира, как те времена, которые наступили после трагического распада Советского Союза в 91-м году. Начало моей дружбы с Александром Бузгарином пришлось как раз на последние дни хаоса СССР. Декабрь 91-го года. Он тот человек, который пригласил меня и открыл для меня ворота в страну Великого Октября, двери в свой дом, и был очень щедрым и радушен вместе с любимой нами Людмилой Алексеевной, родителями Владимиром и Ниной, товарищем Андреем Колгановым, Таней, сестрой Людмилой и целой толпой московских котов. В самом деле Александр Владимирович Бузгалин и Людмила Алексеевна Булак Бузгалина это живое предвосхищение хому новус, нового человека в радикально преобразованном мире. А также Тамаш Краус, венгерский историк, общественный деятель также член коллегии журнала Альтернативы. Это также его текст для нас сегодня. Когда мы познакомились в 1989 году, сразу с первого дня стало ясно Александр самостоятельно мыслящий человек, который управляет делом. Как бы мы не называли это наше общее дело, новый социализм, социализм без мутации, гуманное, самоуправленческое общество, просто социализм, коммунизм, марксовый социализм и так далее, мы сразу же понимали друг друга. Как специалист-экономист он воспринял науку не как что-то самоцельное, а как то, что делается ради кого-то, чего-то. Всегда он думал о человеке, и это было важно не только в теории, а и в живом общении, на конференциях и на персональных встречах. Как он любил жить, мог радоваться маленьким делам, умел наслаждаться жизнью во всем. Он был более оптимистичен, чем я. И это качество я очень люблю в нем. Он дал силу пережить самые темные времена именно мне. А пропо, про наши времена. Сегодня такие общественные отношения, которые основываются на подкупленности. А у Саши неподкупленный характер. Но он и не был фанатиком. Он был готов идти на компромисс ради другого человека. Но, пожалуй, самая его важная черта это верность принципам, делу, то есть верность людям. Я горжусь тем, что мы с Сашей были друзьями больше 30 лет. Спасибо. Что касается меня, то сейчас у меня твердое убеждение, оно и всегда было, что я знал Александра Владимировича всегда, что он вошел в мою жизнь непрерывно, не ограничиваясь каким-то событием, встречей, конференцией и так далее. Сначала имя, потом научные взгляды, потом знакомство, а потом мы были с ним в самых разных пространствах. Александр Владимировича многогранный человек, он забывал и в научном пространстве, в различных его частях, подразделениях и в этом качестве, в качестве лидера направления он занимал совершенно особую позицию. Сейчас, оглядываясь вот в этом научном пространстве, мы практически не видим людей столь же принципиальных, столь же коллегиальных, хотя порой это вступало в противоречие столь же коллегиальных и столь же глубоких. Теория, которую мы развиваем, не совпадает с той теорией, которую проповедовал Александр Владимирович и Андрей Иванович, но когда эти два автора написали большую статью, посвященную системной экономической теории, которую мы развиваем в ЦИМИ, значит, и эта статья легла на мой стол, как стол главного редактора журнала экономической новой современной России, я не исправил там ни одного слова, все это было цельно, все это было аргументировано, и все это было, я бы сказал, образцовым, вот трудно сейчас говорить об образцах в науке, в научном пространстве, но Александр Владимирович был образцом, его работы также были образцовыми, я встречался с Александром Владимировичем в разных географических точках, в географическом пространстве, мы участвовали во многих конференциях, во многих городах России, в том числе и в застольном пространстве, которое неотъемлемо от научных конференций, и здесь Александр Владимирович демонстрировал свои лучшие качества, лучшие качества человека, любия, человека уважения и принципиальности одновременно. Александр Владимирович никогда не терял своего лица, с исключением одного случая, который очень сильно испугал нас всех. Дело было на море, когда Александр Владимирович совершенно не стесняющийся, не боящийся ничего, нырнул в глубину, которая оказалась не такой же глубокой. Тогда, конечно, лицо Александра Владимировича вызывало страх. но один из наших коллег Сергей Слепаков сделал все, чтобы Александр Владимирович поправился. И вот это был единственный случай, так сказать, потери им своего лица. Что я хотел бы сказать, друзья. На левом планке нашего социально-экономического пространства стоял Александр Владимирович Бузгалин. И на правом планке я не могу сейчас назвать человека, который был бы столь же принципиален, столь же корректен, объективен и столь же глубок. К сожалению, теперь и левая часть этого спектра, но значит, и Людмила Алексеевна, и Андрей Иванович находятся на этом части, в этой части, но мне кажется, что всем нам придется стать коллективным членом, коллективным образом этой части экономической науки. Я бы хотел к этому еще прибавить, совокупить память Дмитрия Семеновича Львова, моего коллеги, учителя, друга, который также был подобных взглядов и также совмещал в себе самые различные грани. Ну, и что я хочу сказать, есть фигуры, которые забываются, есть фигуры, которые не забываются, но Александр Владимирович относятся к тем фигурам, которые в обратной перспективе вырастают. Сейчас вот в моем представлении, и я думаю, мировоззрение всех собравшихся здесь, фигуры Александра Владимировича начинают расти, заполняя собой наше поле зрения. И это является показателем того, каким человеком был, есть и останется Александр Владимирович Пузгалин. Спасибо. Спасибо. Прежде всего, я хотела выразить слова восхищения Людмиле Алексеевне, ее сегодняшней речи. Я в очередной раз восхитилась слогом, темпераментом, красотой, и мне, честно скажу, казалось, что, имея и такую идейную сферу, интерес такой к жизни, идеи, имея такую музу и соратницу, что это эликсир бессмертия. Тем более, для меня была совершенно ошеломляющая новость о том, что этот эликсир почему-то не сработал, но не сработал в одной плоскости, а совершенно верно, он будет продолжать дальше. У меня совсем штрихи. Что важно, я вспоминаю актовый зал МГУ, конец 90-х, начало 2000-х и так далее. Я помню своих коллег по Академии наук, которые там понимали, что они не сошли с ума, они не есть маргиналы, что их продолжает интересовать проблема образования, социальной справедливости, того самого человеческого. То есть, это было очень важным делом, вот этой поддержке понять, что ты не одинок, что есть очень умные, эрудированные, хорошо молодеющие, в том числе и зарубежным опытом люди, которые понимают, что мы идем не туда и делается не так. Это было очень важно, это первое. Второе, конечно, я должна как своего института поблагодарить мы участники и Конгресса производственного наукообразования, неоднократно секции на спеке, и все это было посвящено человеческому потенциалу, сфере образования, здравоохранения, сфере труда. Вот это было главное. Следующее, вот чем всегда удивлял Александр Владимирович, вот понятно, что когда ты находишься в системе Академии Наук, тебя окружают интеллектуальные люди, ладьерные, спрошим слогом. Но нередко ты тем не менее знаешь, о чем будет говорить тот или иной докладчик. А вот Александр Владимирович, это точно, я никогда не знала, что он скажет, и он сумеет. Вот мое последнее впечатление в мае в общественном палате как раз была конференция по государственному планированию, я так понимаю, он включился и институциализировал эту свою идею. И, как это бывает, сначала вольный был такой рекламы, а потом дальше все короче и короче. И Александр Владимирович начался выступление со слов. Я вообще-то собирался прочитать лекцию, но оказалось, что надо ее прочитать за 6 минут. Теперь я это сделаю. И вот знаете, он поставил такие вопросы, он такие затронул проблемы, он сумел предупредить от поверхностного отношения к теперь уже вот этим новым идеям. Ведь мы сейчас живем в мире вот этих перевертышей бесконечных. Я просто поражаюсь вот за этими кульбитами следить, те, кто вчера вот это все вот нас запихивал в маргиналы, а теперь он, значит, чуть ли не первый ученик. Понимаете, я настолько была в очередной раз восхищена, при том, что, в общем, не могу сказать, что я такая восторженная барышня, что я все-таки не выдержала и написала смс-ку Александру Владимировичу, что Александру Владимировичу, снимаю шляпу перед вашей лекцией за 6 минут. Потому что настолько были важные моменты. И хоть нам сказали, что не надо говорить о грустном, я не буду, но тем не менее, все равно я ехала, о чем я думала. Я вспомнила две вещи. Они в свое время утешили меня. Вот сегодня я тоже услышала слова посвященной маме. У меня мама ушла рано, мне было 35 лет. Это был тоже мой большой друг, очень надежный. И я помню две вещи, которые как-то меня утешали, что-то примеряли. Это я вспомнила слова из доктора Живаго, когда к молодому доктору Юрия Живаго, его теща, мама Тони, умирающая от воспаления легких, говорит, Юра, ну утешь меня. И он ей говорит, ну вот смотрите, человек, это же не перистальтика, это не работа его кровелосной системы, это то, что он в нас вложил, это то, что он есть для нас. Поэтому, когда перестанет работать перистальтика этого человека, ну я только словно, я не помню точно, это ничто не закончится. И второй, я тоже ехала, вспомнила фильм всегда, на том еще старом, приличном интеллигентном МТВ, в 95-96 году, его показали к юбилею Спилдберга 50-летнего, он всегда, довольно редко его показывал, где летчик, который погиб во время тушения пожара, спасает своего товарища, он как бы потом незримо присутствует в жизни своей девушки, своих товарищей. И появляется парень, который ему напоминает его в своих лучших качествах. И он готов ему сказать, вот иди, теперь ты будешь вместо меня. Вот все, что сегодня говорили, я знаю это, я знаю, что мой сын на перемене между его лекциями с юрфака прибежал попрощаться на экономфаку, он там встретил кучу своих знакомых по экономико-математической школе, МГУ и так далее. Я знаю, сколько молодых пришли, они, конечно, молча стояли и искренне печали и собаку Александра Владимировна. Спасибо. Мэрия Рубинчик Александрова. Есть в мире и другие костры, не публичные, невидимые глазу, однако они горят внутри человека и также сжигают дотла. Недаром существует выражение «сгорел на работе». Александр Бузгалин трудился как целый институт. Он был «учитель» с большой буквы. Михаэль Бри. На протяжении многих лет он был незаменимым партнером в диалоге, товарищем в поиске альтернатив капитализму, воинам и разрушению окружающей среды. Я многому у него научился, но мы потеряли не только боевого товарища, но прежде всего большого, искреннего человека. Конференция посвященная герцогам Александра Владимировича как всегда впереди. Международная конференция «Ленин онлайн» в 50-й год и конференция по НЭПО. Ну я здесь знаю двух-трех человек. Потому что я не экономист, я математик, непоминя своей основной работой в Академии наук, я возглавляю кафедру на механике математическом факультете. Поэтому я в общем несколько другой, чем вы. Познакомился с Александром Владимировичем, пожалуй, вот помните, проводили Московский экономический форум. Кстати, тогда он подошел и попросил, чтобы я предоставил слово вам. Я дам вашу фамилию необычную, Улавка, которую иногда помню с наколкой, в общем, вот-вот, она у меня все время так в памяти осталась. Вот, так вот марксист, вот, во-первых, Александр Владимирович, он для меня очень симпатичный, красивый человек, верный и марксист. Для меня эти марксисты это особое слово, потому что мы в наших науках никакую науку не называем по имени человека. Конечно, мы говорим ньютоненская механика, энштейновская, это мы говорим, но чтобы вот ньютонизм или ньютонизм мы не использовали. И я тоже, не очень мне это все нравится. Потому что каждый, какой бы он ни был человек, он дает импульс науке, а потом жизнь вынуждает еще и другие соображения. Но не в этом дело. Вот еще Александр Владимирович меня приглашал несколько раз на свою радиопередачу. Вот я тогда приезжал, это было, по-моему, в воскресенье, всегда, в общем, по этому времени я мог найти. Вот. Потом он меня просил написать статью в этот журнал. Ну, у меня не было никаких, я все-таки не политиканом. Ну, и в конце я все-таки хотел бы высказать свои суждения о состоянии экономической науки. Не, 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 не обессудьте. Но она будет очень критична. Особенно, что относится к той части, которая сосредоточена в Академии Морг. Вот в этом смысле, Александр Владимирович, вот, вы знаете, вот, мы же все, все-таки, все мы изучали обязательно историю партии. Это современная политология, так говорить. политэкономия. Изучали, сдавали экзамены, и это довольно много времени отнимало, и, в общем, конспектировали капитал Маркса. Потом мы изучали организации производства, и, наконец, философия. Все это было. Поэтому, вообще-то, говорю, я имею право высказываться вот в таком сообществе, критическом. Вы знаете, вот что работает на меня марксизм? Оставить все, что учишь, остается в памяти очень немногое, и это есть образование. Это, конечно, теория прибавочной истории. Но сейчас кто это произносит? Сейчас это не произносит. Это русская интеллигенция, которая училась, 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 и все это бросила. Что получили? А получили то, что теперь хозяева берут все себе, а нам остается чуть-чуть. Ну, академикам побольше, конечно, но вам совсем, ведь 75% нашего народа по европейским нормам это бедные, бедные, ими можно управлять. Второе, это была диктатура пролетариата. Что сейчас мы получили? Диктатуру чиновничества, необразованного, продажного. Вот, пожалуйста, заказ, это все русская интеллигенция, российская, конечно, я имею в виду, я тоже к ней отношусь, несмотря на свою такую фамилию. планирование. Что теперь планировали? Нет, ничего планировали. Да, ну и что еще было? Ну, ладно, сейчас что-то вспомним. Вот, между прочим, вот Александр Владимирович как раз вот в этом я и говорю первым. И потом оказалось, что именно это, это было самое главное. Вот за это российская интеллигенция получила то, что получила. Она заслужила. вот и заслужила вот с этой своей. Это же все-таки все сделала российская интеллигенция. И вот даже партия. Вот сейчас некоторые люди, мои коллеги, вот не будут называть фамилии, с гордостью. Я не был ни в какой партии. А я иногда думаю, а кто бы тебя принял? Да еще с фамилиями особыми, да? Это же надо было добиваться. Соответственно надо было. Ну, все-таки добиться надо было, потому что вот, знаете, нужно было там, это же тоже дурацкая была идея соотношения рабочих, нерабочих. Мы же все тоже рабочие. Мы же тоже все рабочие, мы работаем на зарплату, только руками. Вот. Так что вот в этом смысле мы получили то, что получили. Ну и конечно вот для меня, ну вот я вам приведу просто пример. Ну, может быть вы все слышали мое выступление, я дал тебе отрицательную оценку руководству нашей страны. отрицательную то есть просто. И я считаю, что я имею на это право и в общем меня особенно не накажут за этим. Потому что я среди вас, пожалуй, самый старший. Причем намного. Вот. Так вот один пример. Вот это же тоже поразительно. Я привожу пример о том, что смертность у нас в стране, несмотря на колоссальный прогресс в медицине, вот у меня три стенда стоят, я уже умер давно, кишечник ваш просматривает отсюда и отсюда все болит понаходят. Вот мой дед был профессор медицины, я удивлен, как он вообще мог найти какие-то болит? Сейчас это все примитивно. И все делают, и шунтирование делают. В общем, короче говоря, а у нас смертность выше, чем при советской власти. На тысячу человек, а соответственно и в пересчете на 200 тысяч человек у нас умирает больше, чем при советской власти. Это треть века тому назад. член академии, нашей академии экономиста, директор одного из институтов. Ну, это естественно, потому что у нас средний возраст стал больше. Ну, 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 как можно быть таким необразованным? Это же вы все их учили, этих молодых ребят, которые стали членами академии, и вообще им все хорошо. Поэтому, в общем, опыт мой показывает, что, оказывается, надо было не мудрствовать лукаво, а вот быть как Александр Владимирович. Вот если бы вот этого преобладало, вот этот бы красивый, такой, умный человек, да, вот если бы это у нас бы преобладало, а таких у нас один-два раз и не досталось, да, а все ваши остальные коллеги, все ваши остальные коллеги, вот видите, все, припатизацию сделали, и так далее, и довели страну до точки. И вообще сейчас вопрос стоит, я хочу сказать, вообще о сохранении российской цивилизации. Потому что мы все-то говорим, русская душа, русская душа, а ничего делать-то не умеет. Мы автомобиль сделать не можем, мы не можем сделать современную. Корея делает, Китай делает, мы их покупаем, у нас шарик подшипников нету, ничего не можем, все, нету профессоров, у нас треть века, литейные производства, в вузы никто не шел, станкостроение никто не шел, да, что было в марксизме? Первично, производство, средства производства. Кто сейчас это вообще из вас говорит? И вот так и мы, вот вы, вот вы один молодец. вы вообще ничтожное манчинство, ничтожное, в смысле очень маленькое, самые умные, может быть, но самые маленькие, что в результате мы ни одного станка практически не производим. Это все очень серьезно. Мы взялись переделать мир, воеваем со всем миром, а делать ничего не умеем. И вот все почему? Потому что российская интеллигенция в 99% была не такая, как Александр Владимирович. Что вызывает у меня страшные сожаления. Я тоже чувствую, что все-таки, я тоже не соответствовал в те годы ему, но все-таки до такой степени дураком не было, как вообще вся наша русская интеллигенция в 90-е и последующие. Я человек письменной культуры, поэтому я буду краток и красиво, и темпераментно говорить не умею. Я, во-первых, хочу поклониться Владимиру Алексеевну. Хочу выразить свое сочувствие. Для меня уход этого человека, Александра Бургарина, был, ну, шоком. Просто шоком. У нас осталось столько недоделанных проектов, столько дел, и мы их будем продолжать обязательно. Я в этом сегодня убедился, слушая вас. Это дело, которое мы делали и продолжаем делать. А что в нем меня поражало? Ну, опять же, профессионально. Мы с ним познакомились на почве редактирования. Мы делали том по Ленину и Приханову. Том был, ну, такой сложный. И вот две черты его. Интеллектуальная честность. Это в нем привалило было. И уважение к своим коллегам. Я не должен был участвовать в этом. Я главный декор серии, поэтому он мне сказал, я вижу недостатки, но не могу редактировать. Ну, а мои 30 лет редакторского стажа, ну, у меня руки по локоть в авторской клави, поэтому я спокойно это принял, и мы вместе сделали этот том. И сделали его не сегодня, а довольно давно, когда еще это было как-то. И сейчас мы начали делать том по марксизму, том очень тоже сложный, и мы его продолжим, я надеюсь. Продолжим общими усилиями. Мы будем продолжать то, что он делает. Этот человек действительно, ну, он горел работой, он горел тем, что он делает. Он этим жил. И вот это то, что сегодня действительно, я согласен с предыдущим алатом, ушло. Осталось очень не у многих. Желание работать на культуру. Отечественную и мировую. Работать в этой области, потому что культура – это труд. Это то, что делается каждый день. И вот этот труд, который он, которому он отдавался, который он движим был, который вся семья ваша, а это я знал, кстати, вся семья участвовала в этом. Это вдохновляет. Мы будем продолжать. Ну, не все интеллигенции, это, говорю, попросту. Ну, не все. Спасибо, Папец. Слово предоставляется Дэвиду Лайпману, профессору экономики в Групплинском колледже и проспирантуре университета Нью-Йорка. Да, февральская революция в Сахарском центре. С фотографиями. Профессор Александр Бузгалин, Саша, для своих друзей и коллег, был уникальным и влиятельным человеком. Преподаватель, редактор и прежде всего организатор. Он оставил свой след в России и во всем мире. В карьере, которая охватывала членство в Центральном комитете КПСС в последние годы его существования, редакторство журнала «Альтернатива» и авторство многочисленных книг и монографий. Его огромные энергии и энтузиазм стали руководящим духом международной сети творческих марксистов и прогрессистов. Саша действительно собрал нас всех вместе. В то же время послав сообщения о своей родной стране и в ее адрес. Несмотря на приливы и отливы истории, марксизм остается основой для обновления, а социализм путеводным маяком. Советского Союза больше нет, но его уроки, как негативные, так и позитивные, остаются важными для продвижения вперед. В последний раз я видел Сашу в Китае в сентябре прошлого года, где мы участвовали в конференции в Шанхае, в Фучжоу и Сиане. В его выступлениях всегда сочеталось внимание к теории с замечательными, а иногда и юмористическими анекдотами наблюдениями. Саша был гостем у нас с женой в доме в Нью-Йорке несколько лет назад, и мы до сих пор с теплотой вспоминаем его веселое общение. Но самое главное – это наследие Саши. И это во многом зависит от его коллег, на которых мы теперь должны положиться в продолжение работы. Московский академический экономический форум, Санкт-Петербургский экономический форум, активность его студентов, альтернативы – все это составляет ключевой российский узел в сети интеллектуалов-активистов, простирающийся от Китая до России, Западной Европы, США и далее на глобальный юг. Все это будет процветать благодаря многочисленным вкладам профессора Бузгальна, как академическим, так и личным, которые обогатили нашу жизнь и помогут нам строить будущее. Презентация книги Александра Владимировича, Андрея Ивановича, мы пойдем другим путем. Рядом Людмила Алексеевна, в магазине «Библиоглобус». Это он в Рио-де-Жанейро. Или Сан-Павлова. Да, Андрей Иванович, скажите, пожалуйста, несколько слов с одной темы. Это Саша на всемирном социальном форуме. Он был участником практически всех всемирных и европейских социальных форумов, где представлял наше движение, нашу школу постсоветского критического марксизма. Я, к сожалению, не участвовал в Бразилии во всемирных социальных форумах, но в европейских социальных форумах. Тоже вместе с ним принимал участие. Так что, действительно, его все знали, он пользовался известностью везде. Людмила может рассказать о том, как мы были во Флоренции. Мы были в Кадре. А это, видите, здесь «Жара», это бразильские тропики. Он очень много рассказывал о том, как все это проходило. Простите, добавлю одну фразу. Так как у нас развит еще только политический туризм, побывать на этих форумах и так далее, вы знаете, он придумал очень хороший принцип. Когда все вернулись обратно после этой поездки и на сцене выступают, понимаете, какой-то дух нездоровой конкуренции, кто первый выступит, он лидер и так далее. Саша придумал гениальное музей. Он говорит, знаете как, давайте так, каждый выступит и расскажет, что он там сделал. И вы знаете, прямо в отцена освободилось. Потому что пить пиво с этими замечательными людьми и там болтать – это одно. А когда Саша организовал там не один десяток разных круглых столов, привез целую сумку всяких этих карт, связей и так далее. Вот этот деятельностный подход, он стал универсальным. Он вообще универсальный. Спасибо. Это Дэвид Лейн, профессор Кембриджа, академик, профессор Бузгальни. Саша был удивительно творческим человеком, интеллектуалом, энергичным и вдохновляющим организатором. Он внес огромный вклад в наше понимание капитализма и перехода к социализму. Его работы преодолели границы дисциплин и внесли выдающийся вклад в создание альтернативного пути перехода от капитализма к социализму. Его политическая и организационная деятельность обеспечила создание уникальной международной платформы для проведения позитивных, живых и товарищеских дискуссий. Он всегда был справедлив, вежлив и открыт для критики. Его вклад в наши дискуссии всегда был стимулирующим и оригинальным. Нам будет очень не хватать его как и друга, и как ученого. Александр Бузгалин был в Венесуэле самый горячий месяц подготовки к референдуму по конституционной реформе и через пару месяцев после него. Выступление Бузгалина перед сторонниками Чавеса. Венесуэла, 2008 год. Посмотрите, как они слушают. Какие глаза требуются. С каким вниманием. Да, внимание очень такое. Строгое. Другие друзья, теперь о Центре марксистских исследований здесь уже не раз говорили, философской факультет и МГУ. Я хочу предоставить слово моим коллегам, я тоже сотрудник этого центра, но я хочу предоставить слово первой Ольге Владимировне Брашковой, которая долгое время была рядом с Александром Владимировичем. Наверное, каждый мог заметить, что рефреном определенные смыслы и качества Александра Владимировича шли в словах очень многих, кто сегодня здесь. И я бы хотела сказать, безусловно, невозможно охватить всех смыслов и всего, что хотелось бы отметить, но я бы хотела сказать о том, что в моей жизни, чему я научилась у Александра Владимировича и что беру с собой дальше для дальнейшей деятельности. Прежде всего, это цельность. Цельность во всех сферах своей жизни, в мыслях, в поступках и везде, во всем. То есть именно цельность, ее можно перенять только из личностного примера. И вот Александр Владимирович для всех, я думаю, и для меня в частности, был именно таким человеком, от которого можно этому учиться. Также хотелось бы отметить это умение воплощать смысл в своей деятельности. Когда смыслы не ищутся, а они созидаются и воплощаются активно в каждодневных задачах, действиях. Еще это умение не бояться больших вопросов и больших задач. Умение не бояться и делать, что надо, если вспомнить слова поэта Николая Гумилева. Умение. И причем это не сразу удается... Я начала с Александром Владимировичем работать, еще будучи аспирантом, студенткой, потом аспиранткой, и, соответственно, не сразу удается вот это ощутить и научиться этой смелости и именно опыт совместной деятельности и уникальное умение Александра Владимировича в этой деятельности помогать, и взращивать, и поддерживать каждого в той мере, в какой он способен в данный момент воспринять, помогать идти дальше и расти. Вот именно это помогает и вот именно научиться умение делать и браться за сложные задачи. Еще тоже с этим связанное, это умение не бояться, браться за то, что поначалу кажется невозможным. Во многих совместных задачах, совместных больших мероприятиях изначально условия были такие, вся команда подтвердит, что не всегда можно было гарантировать, что все получится. Но Александр Владимирович говорил, решили, значит, делаем, ищем возможности. И вот это умение искать способы осуществить то, что значимо, то, что соответствует смыслам и тому, чему мы следуем и во что верим, это очень важно. И это помогает осуществлять многое, даже в условиях недостаточных ресурсов и прочих не самых благоприятных обстоятельств. Еще хотелось бы назвать это личный опыт субъекта субъектного диалога. Александр Владимирович очень много и всегда говорил об этом как очень важной составляющей отношений, и как очень важной составляющей жизни. Сотворчество, субъект-субъектный диалог и возможность быть в этом диалоге с таким человеком, как Александр Владимирович, оно делает гораздо больше для молодого человека, для меня сделала, чтобы понимать, как это действительно в жизни работает, воплощается, больше, чем просто чтение каких-то умных и, безусловно, важных работ. Вот сама практика таких отношений, она очень значимая и, безусловно, это то, что уже невозможно потерять, а можно только развивать. Также хотелось бы сказать из такого достаточно личного, что про Александра Владимировича я переняла знание того, что в музыке, классической музыке очень мощная энергия для поддержания силы духа и для этого очень мощного источника сил, потому что и Людмила Алексеевна упоминала, что Александр Владимирович часто во время каких-то рабочих задач текущих включал классическую музыку. На концертах тоже он... То есть вот эта цельность, о которой я говорила, она как раз вот и в этом тоже очень ярко проявлялась, что на концертах классической музыки и в антрактах, Александр Владимирович на программках всегда излагал идеи, фиксировал идеи, которые приходили, да, и вот именно эта неразрывность всех видов деятельности, и когда концерты — это не отдых, а свободное время, которое пронизано тоже мыслями о делах и помогает этим делам. Ещё хотелось бы сказать такое... отметить такой очень важный момент, как опыт работы в команде. Здесь многие коллеги, товарищи по команде, по совместным большим делам, которые мы делали под руководством Александра Владимировича и вместе с ним. И вот это вот чувство товарищеского плеча, чувство общности в процессе совместной деятельности для общего дела, смысл которого все разделяют и могут проявлять инициативу, энтузиазм, и это всегда поощряется и находит поддержку, могут поддержать друг друга. Это очень, очень важно всегда, а в наше непростое время особенно. И это то, что составляет, усиливает стержень личности. И можно много очень, невозможно сказать обо всём, вот эта многогранность, многосторонность и деятельности, и личности. Но хотелось бы сказать ещё одно, глядя на фотографии, которые сегодня мы все видели, такое, пожалуй, я скажу о том, что важно, очень важное, чему Александру Владимировичу удалось научиться, это умение быть счастливым в деятельности. в деятельности, вместе с товарищами по общему делу. И это очень важно, потому что какие-то условия для счастья, они не всегда, ну, которые вообще признаны, там, не всегда зависит от нас, а готовность делать то, что в наших силах и увеличить свои умения, чтобы сделать больше для важного общего дела, для воплощения в деятельности тех смыслов, которые каждый разделяет и в которых видит главное, это очень важно. Спасибо. Вообще, об Александре Владимировиче говорить и сложно, и легко. Сложно, потому что, нет, это, пожалуй, в конце, почему сложно, а это почему легко. Легко, ну, потому что это действительно мудикально многогранный человек, человек, который в себе все стороны жизни, понимаете, и политэкономики, понятно, и философия, и социология, и политология, все марксистские учения, да и не только марксистские, я хочу, на самом деле, замечательный полемист, он прекрасно знал экономическую теорию, либеральную, неоклассическую, не только, опять-таки, экономическую теорию и так далее. Просто говорить о нем легко и потому, потому что он, понимаете, у него была такая энергия, действительно, о которой не только сегодня уже многие, наверное, все сказали, собственно, и отмечали, что энергия, это такая у него была неиссякаемая, гигантская энергия, которая вот из него просто она групплез, она с собой, понимаете, забирала себя, и вот он как бы врастал в тебя, то есть вот он, для меня это очень, очень, мы знакомы с ним, на самом деле, там, 6-7 лет, наверное, это мало, но для меня это очень рост, для меня это стало родным человеком, и поэтому для меня тяжело о нем говорить, когда ты говоришь о каком-то, ну, этому научному руководителю, он, там, большой ученый, экономист и так далее, мирового масштаба, но когда этот родной человек, очень сложно о нем говорить, понимаете, и вот ощущение такое, что когда у него не стало, уже 40 лет, у нас, почти 40 дней, вот как будто из тебя кусок, понимаете, вытирает, вот как будто с корнями, понимаете, как пласты земли, вот понимаете, вот такое ощущение, такая пустота, опять же, может быть, невозможно, абсолютно, вот я вот, ну, не знаю, вот такое вот ощущение, вот такой вот, это человек, большой человек, человек, большой бог, знаете, вот раньше была такая серия, в советское время серия книжек «Жизнь замечательных людей», вот понимаете, вот он замечательный человек, не в смысле того, что он и понятно, что он является хорошим, добрым, отзывчивым и так дальше, но он замечательный человек, о нем достойно, кстати, книги достойно, самотеримы, мы сегодня здесь все собрались, большое вам спасибо, всем спасибо, ему большое спасибо, вам большое спасибо. Сегодня, как 40 дней не стало Александра Владимировича, это выдающийся ученый, общественный деятель, который с больших и малых трибун доносил идеи, идеи прогресса, и делал он это довольно давно, сегодня об этом отметили, именно в самые сложные времена для нашей истории, вот после распада СЦ, понятное дело, что марксизм стал маргинальным, ненужным, он ведь препятствовал накапливать капиталы, он препятствовал и этой идеологии, да, ну ариши и олигархов, и понятное дело, он был не нужен в этом смысле, но Александр Владимирович смог продвигать в массы эти идеи, и здесь хотелось бы процитировать Ленина, который говорил, революционер не тот, который присоединяется к революции во время ее, а тот, кто во времена наиболее реакционные, наиболее такие колеблющиеся, когда между демократами и либералами отстаивает лозунги и принципы революции. Именно таковым и был Александр Владимирович, который обучал массы революционеров. Я являюсь его учеником, учеником, не только я, но у него огромная плеяда учеников. И, например, без Александра Владимировича не стало бы одного нашего интересного проекта, в котором тоже я участвую, называется YouTube-канал «Простые числа». Сегодня утром на нем вышел ролик, я рекомендую посмотреть. Мы попытались, вот здесь Билет Маслов, тоже мы вместе с ним и с Тамарой Степановым, Олегом Камоловым, найти самые яркие цитаты и показать в этом ролике. Ну, включая, известную, наверное, многим вот эту цитату, что ход истории — это словно река Волга, которая иногда отходит в другую сторону, иногда меняет свое русло, но так или иначе оно дойдет до Каспия. И также ход истории иногда он изменяет направление, становится такой в ход идет реакция, но мы должны найти в себе смелость и честность говорить право и видеть эту истину. Соответственно, что еще я хотел сказать? Сегодня 26 ноября 23-го года очень символично. Ровно один год тому назад, 26 ноября 22-го года, именно в этих стенах замечательного университета МФЮА проходила конференция, Московская международная марксистская конференция и именно вот здесь в соседней аудитории проходила часть молодежной конференции, на которой мы работали вместе с Александром Владимировичем. Один, кстати, эта конференция прошла настолько замечательно, настолько хорошо, настолько нас всех это вдохновило в конце. Я до сих пор хочу выразить и благодарность, мы делали тогда и Алексею Григорьевичу, и Светлана Алексеевна за такую великолепную организацию, просто не сопоставимую с другими университетами. Так вот, на конференции один молодой человек, я не помню, как его звали, он, по-моему, был бакалавр, сказал, что коммунизм это любовь. И Александр Владимирович настолько это понравилось, идея, и он часто говорит, что коммунизм это любовь, любовь к человечеству. мы будем продолжать работу Александра Владимировича. Он для нас жив, он бессмертен. Александр Владимирович, вы приложили руку к становлению нас как творцов. Я прямо так и скажу, потому что мы не объекты истории, мы субъекты, да и история на нашей стороне. Спасибо вам, Александр Владимирович. Спасибо. Да, уважаемые коллеги, я скажу коротко, но мне кажется, о самом важном с точки зрения того, что дал мне Александр Владимирович как педагог, как человек, почему я у него научился и что, безусловно, важно продолжать, развивать и передавать следующим поколениям. Ну, наверное, если не говорить о таких строгих академических каких-то материях, о том, что Александр Владимирович разъяснял много очень интересных вещей, которые живут не только в учебниках написанных, когда-то давно, которые мы видим, проявление чего мы видим повседневно в нашей жизни, то есть те противоречия, те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. То есть помимо этого академического аспекта я бы все-таки хотел выделить то, что Александр Владимирович задал определенные мировоззренческие ориентиры, направления. Он задал, скажем так, различные критерии того, как относиться просто на житейском уровне тем или иным явлением. В конце концов, может быть, как выбирать друзей. И в конечном счете надо сказать, что я по сути благодаря Александру Владимировичу познакомился с широким группом очень интересных людей, с которыми действительно приятно и проводить время, и осуществлять какие-то творческие проекты. Александр Владимирович также научился ставить жизненные приоритеты, что действительно важно. И важно не только с какой-то узкой и прагматической точки зрения, а с точки зрения чего-то такое более высокого, и реализация чего дает настоящее удовлетворение от жизни. То есть не то, что, скажем, в тот или иной день что-то хорошее сделал, лег спать, на следующее утро забыл. Это касается таких вещей, которые действительно вдохновляют на протяжении долгого периода, направляют, формируют мировоззрение, формируют личность и в конце концов позволяют интереснее жить и интереснее и с чувством того, что есть в этом какой-то большой смысл. Ну и также стоит отметить, вот Коля Борошкова отметила такой спец, что Александр Димович был готов работать и на вдохновлял на то, что нужно добиться результата несмотря ни на что в самых разных обстоятельствах. Тут можно вспомнить цитату не Маркса, но Канта, которая касается как раз этого, цитата состоит в том, что ты должен, значит ты можешь и именно так и нужно жить. И что еще хочу сказать, что буквально в самое последнее время я сейчас являюсь преподавателем, у меня по сути первый год преподаватель опыта и очень много проявлений моего преподавательского опыта научной деятельности и я осознаю, что я как-то уже это делаю на более высоком уровне. У меня какие-то созрели идеи, о которых Александр Анатольевич говорил в принципе давно, но как-то только сейчас они устаканились. какие-то может быть преподавательские приемы, какие-то вопросы студентам и я чувствую, что есть много чем поделиться, то, что мне нравится, то, что я понимаю, что собственно откуда корень этого, а именно корень стоит в том, что именно Александр Анатольевич направил в нужное русло и тоже мое общение с студентами, те же идеи. Я вот осознаю, что часто я думаю, что вот хочется сказать, сейчас пара закончится и хочется поделиться с Александром Владимировичем, а я еще не совсем осознаю, что его уже нет, и у меня такая мысль, вот я бы сейчас поделился, и только потом осознаю, что к сожалению, уже если бы это было раньше, если бы я успел, но к сожалению так сложилось. Но тем не менее будем продолжать это дело, большое дело, которое занимался Александр Анатольевич, оно интересное, прежде всего, оно раскрывает наши личности, это собственно действительно то, что дает мотивацию и интерес к жизни, ну и в конце концов это действительно великое дело, которое останется в истории, и я думаю, может как звучит это не с некоторым числами, но тем не менее как потомки будут на ходе, мне кажется, и это будет важный след в истории. Я не так давно защитила докторскую диссертацию под руководством Александра Владимировича, и вы знаете, ну, я говорила, Александр Владимирович, да не хочу я эту докторскую защищать, но я буду работать, я буду писать статьи, буду вам помогать в организационной деятельности, но не хочу я защищать эту докторскую, он говорит, ты как хочешь, но ты обязана, потому что это ты защищаешь не для себя, не для того, чтобы получить степень доктор наук, а чтобы показать, что с помощью методологии современной политической экономии можно исследовать проблемы современного общества. Вот так он задавал Том. Я, когда работала на диссертации и шла к этому, я ее вообще не для себя защищала, и даже потом, когда сдала документы к ученой Саби Тэмбу, я вообще об этом забыла, когда мне сказали, что все-таки не степень присвоили, я говорю, ну как замечательно. Просто самое главное было донести вот это действительно, чтобы на диссертационном совете экономического факультета МГУ за достаточно период большого времени именно докторская диссертация именно проводилась с помощью методологии политэкономии. И второй штрих, уже день защиты диссертации, он пришел пораньше, мы с моими друзьями, семьей готовили аудиторию, он меня подзывает и говорит, ты сегодня что-нибудь ела? Я говорю, я не помню, Александр Владимирович, ну не помню, ела или нет. Он говорит, так, пойдем, справиться здесь без тебя, он меня повел в буфет, посадил, купил мне бутерброд, горячий чай с сахаром и говорит, пей, ешь и слушай меня. Когда тебе будут задавать вопросы в дискуссии, знай, что этот вопрос не только тебе, но и марксисту Пузгарину. И я рядом с тобой, поэтому не бойся, отвечай спокойно и всегда знай, что это вопросы не только тебе, но и марксисту Пузгарину. Понимаете, вот такой был Александр Владимирович. Он действительно не только учитель, ученый великолепный, гражданин, он действительно был человеком. Просто так даже иногда родители не поступят. Вот эти вот моменты, которые я вам рассказала. Действительно, Александр Владимирович, спасибо вам за то, что вы показали нам пример, как надо жить, как надо работать, как надо учиться и учить. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы сейчас обратимся еще раз к истории движения «Альтернативы». Она очень богата. Международная конференция «20 лет без СССР» 2011 год. Вот на фотографии Андрей Иванович виден, а Александра Ивановича, к сожалению, на ней не нашелся. Вот. Рядом исторические личности с Александром Владимировичем, каким он сам являлся Петербургской Академии наук Алфер, Смолин, Бузгалин, Линке. Настоящее и будущее науки. А это легендарный театр идей. Александр Владимирович на сцене, Андрей Иванович Колганов, да, сейчас обязательно. Это день Октябрьской революции, 7 ноября во Флоренции. Я сейчас сразу пролистину еще в следующий снимок, и Людмила Аксировна поделится своими воспоминаниями об этом. Людмила Аксировна, этого Флоренция. Но у нас предполагалась статистическая дискуссия. И мы с Александром между пассажирами решили, ну что же мы будем сидеть, там этот будет позицию Троцкого, там Бухаев. Давайте сделать персонифицированную такую дискуссию. Ты будешь Бухаев. У нас уважаемый там уже надо было мне пролистать спектакль. И там вот видите сидит это Ботово исследователь Сартра. И она была секретаршей именно Мельбанов. Александр не наставил галсту, но я не сгорожил. И он просто вел эту дискуссию. Но спектакль начался так, что погасили свет, в зал заходит Берия, Сталин за ним. И фонетикам посвечивает. А нужна была шляпа для Берия. Подходит к зиму француз, а там все кофе или вино пьют. Слушайте, не дадите товарищу Берию шляпу, а пробуй не дать. Снимает шляпу. Но дискуссия 45 минут, двойной перевод. Русский с русского на английский и на итальянский. А так как там все идет, программа такая жесткая, за нами итальянские музыканты. Тоже 45 минут. И конечно мы и что вы думаете, они нам отдали 30 минут, а когда мы закончили, вот переверните если можно, они включили музыку советскую и Катюшу и начали мы своей программой играть советскую музыку. И мы допустили с сиатр русский в пиаз. Я вот к тому, что это такое как это театр оффлайн одесс. Вот театр уже выходил. Это не я придумала, это еще Джерни Рестер такой английский ученый сделал такой спектакль пригласил Александра полемика была в кафе где Маркс и так далее. И нужен был Ленин для дискуссии. И Саша а у него зуб болел. И мы летели у него перевязана щека как у Ленина для конспирации. И когда мы перелетели туда хитро стоят ну все стоят с бумажками там встречающие и мы видим большое полотно написанное Ленин а второе полотно написано Арманд. Мы когда приехали туда прилетели поворачив за меня встречают и говорят ты кем хочешь быть Крубский или Арманд? Ну ладно. Но дискуссия была очень интересная к сожалению нет записи и вот эту форму живую такой персонифицированной дискуссии мы стали потом использовать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь вы тоже сейчас прокомментируете потому что я помню ваши слова как вы в Лондоне на демонстрации с Александром Владимировичем были против войны в Ираке и как по улице шла большая толпа людей темнота немножко туман и над вами всеми летает вертолет и зловеще значит прожектором вас всех осматривает. Может быть вы вспомните немножко. Ну это буквально два слова. Тогда шли везде по демонстрации против войны в Ираке. Я в Дэйле была Саша в это время в Европе и везде была достаточно активная такая позиция и 2 миллиона участников в Лондоне вертолеты но даже что интересно даже полицейские вступали вот на сторону протестующих я видела мужчины бежали голодом февраля они бежали в теплых куртках а один бежит а у него в коляске ребенок пошел часа в куртке думал боже смесь у себя ребенка садить и вот достаточно эти демонстрации стоп-леер называлось название этой демонстрации я к тому что это поднимало вот это левое движение в Европе оно вообще демократическое такое движение так вчера вчера питер сегодня москва но наука всегда и везде съем фотографии до дома плеханова это мая 2022 года социальный форум и даже в Крыму Александр Владимирович 90-е годы пишет свой труп но на ее пути немало было и такого это не только гранит наук это препятствие такой символ препятствия объектив вот я прочту только второй абзац чтобы нас всех не утомлять уж сильно только хочу сказать что вот часто очень рефрен он был настоящим Григорий Водолазов историк публицист профессор он был настоящим традиционным русским интеллигентом в духе новых людей Чернышевского что делать уверен что поколение людей которые будут жить в демократической и социалистической России а так обязательно будет воздадут должное Александру Владимировичу Бузгальну человеку который всем своим творчеством и всей своей жизнью готовил это социалистическое будущее Бузгальн всегда притягивал к себе выдающихся ученых и великих людей а еще очень любил их фотографировать на первой фотографии он вместе с Эрнестом Манделем который помимо всего прочего еще и участвовал в европейском антифашистском движении клеил листовки и даже несколько раз если я не ошибаюсь был лапа в гестапо а внизу фотография с Алим Степалычем злобиным Людмила Алексеевна может быть вкратце скажете хотя бы о том как Мандель вас обожгался Александр Владимирович он жал у нас дома и вот он уехал у него сердце уже тогда было нехорошо остался в злакон его одеколона и в комнату заходили и был к аромат а его уже не было и человек необычайного уровня культуры где в котором соединилась высокая европейская культура мировая культура не только европейская и высокая убежденность вот не в духе какого-то такого прозитического пафоса а глубокая убежденная и как человек у которого можно было всегда учиться кстати так же как у нас получился еще раз обратимся к истории движения альтернативы мне вот повезло встретить такое очень редкое свидетельство оно было размещено только в комментариях одной телеграм-группы и больше нигде это сообщение я не встретил Олег Боронин общественный активист город Барнаул наше близкое общение пришлось на рубеж тысячелетий когда мы молодые левые искали и находили себя в творческом марксизме верили в силы трудового народа и в социализм нового тысячелетия мы много встречались и в Москве и в Барнауле я бывал у него в гостях в знаменитом английском доме в самом центре столицы и других таких гостеприимных и других таких гостеприимных интеллигентных настоящих москвичей как Александр Владимирович и его супруга Людмила Алексеевна не встречать не приходилось кошки кошек там было столько сколько видимо теперь у нас это запомнилось он не мог не быть человеком светлой души мы молодые неомарксисты альтерглобалисты зачитывались его работами много на этой почве спорили учились развивались и сами охотно публиковались в его журнале альтернативы а потом было его общественное движение альтернативы в поддержку социальных инициатив здесь в Барнауле нам удалось создать довольно мощную ячейку этого движения не случайно именно в Барнауле под руководством Александра Бузгалина мы провели в июне 2003 года первый в России Сибирский социальный форум и отзыв одной из учениц Александра Владимировича но она слушала курс его лекций целых три это из письма Людмиле Алексеевне учиться у него было настоящим счастьем я счастлива что мне удалось послушать три цикла его лекций которые перевернули мое сознание Александр Владимирович всегда будет с нами в своих книгах мыслях лекциях которые мы будем слушать и слушать Катарина Юровская и фотография Александра Владимировича но вот сейчас сидя здесь я для себя только что понял что познакомился я с Александром Владимировичем 20 лет назад и это пришлось фактически на мое такое политическое взросление как политического активиста было это в зоологическом музее МГУ где университет современного социализма проводил какую-то дискуссию антивоенного характера и околовоенного тогда мы все помним происходили события связанные с врагом с агрессией и Александр Владимирович очень активно модерировал это мероприятие выступал я это запомнил но по-настоящему с ним познакомиться довелось когда уже на рубеже десятых одиннадцатых годов мы стали проводить большое количество как уличных мероприятий в защиту образования чтобы оно у нас все-таки в томном виде оставалось социально значимым объектом государства вот и безусловно на тех мероприятиях и встречах на которых он всегда рад был нас видеть вот главное мне кажется его качество это желание и умение собрать вокруг себя разных представителей научного сообщества и социальных активистов политически активных граждан и тех кто ищет себя в этой жизни умение найти внутри своих действующих учеников те самые ноты о которых мы сегодня неоднократно слышали которые позволили бы им по-настоящему встать на ноги и осознать себя частью чего-то большого настоящего а не просто оставаться в какой-то определенной серости жизненных страниц которым относится к сожалению большинство жителей нашей страны вот эти умения они и помогали и я уверен продолжу помогать многим многим из тех людей которых я знаю мне лично потому что безусловно говорить об Александру Владимировичу прошедшем ну наверное было бы неправильно и он бы сам этого точно бы не оценил поэтому будем продолжать говорить о нем в настоящем настоящий целостный таких людей очень мало вчера буквально была седьмая годовщина знаменитого кубинского революционера Фиделя Кастро Руссо я себя тоже поймал на той мысли что Фидель Кастро Руссо Владимир Ленин Эрнесто Четивара и Александр Владимирович Бузгалин каждый безусловно на своем месте были людьми абсолютно целостными по-настоящему целостными знающими для чего они живут и самое главное что он для нас для всех здесь присутствующих на мой опять же взгляд оставил это вектор быть такими для того чтобы вокруг все менялось исключительно к лучшему и слова о социальной справедливости и безусловной победе царства туда над царством лжи насилия и прочего что сейчас у нас творится во всем мире были не пустым звуком а победы передаю микрофон моим коллегам по отменной коммунистической партии Тибур Галерий Александр Владимирович Бузгалин это такой человек про которого наверное нельзя сказать что это просто человек это целое явление в каком-то смысле даже наверное целая эпоха и мне очень хочется надеяться на то что на самом деле настоящая жизнь Александра Владимировича если помнить что человек живет пока в культуре что человек это в общем-то культурный феномен давайте все будем надеяться на то что настоящая жизнь Александра Владимировича продолжение еще только начинается уважаемые друзья Александр Владимирович действительно не просто человек выдающийся ученый это явление явление не только ученого мира но явление левого движения дело в том что когда были известны события 90-го года 90-го года именно Александр Владимирович был одним из тех кто дал новый вектор кто дал новое направление движения то что позволило левому движению выжить и то что за ним сейчас тысячи учеников то что многие работали исследованы и изучаются это именно благодаря тому что если так можно выразиться тому толщу который дал Александр Владимирович в начале 90-х годов и хотелось бы поблагодарить на самом деле его слова Женю уже нельзя сказать на это прямо и то окружение которое вокруг него было Людмила Алексеевна и вас тоже благодаря вам вам движение существует спасибо я непосредственно с Александром Владимирович Манитенской сильно не катачил только по работе по его работе по пребыванию я не знаю хорошо по пребыванию на наши кафедры и видел его как он защищал я давно уже работал на кафедре свою диссертацию все до этого следил как он развивался как он двигался могу сказать так то что вы знаете 93-е годы были очень тяжелыми годами то есть к нам просто приходили люди с больших 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 большин и говорили что вы все там про государство про какое-то там управление про какие-то там планы и так далее зачем это все уже устарело рынок все решит мы тогда этого подумаем вот мы узнаем что еще с как говорится с помолновение волшебной палочки Сороса который сказал так что вы выбираете курс политэкономии и а пройдем мы вам будем будем финансировать очень будем подбрасывать какие-то деньги вот это все у нас почти что закончилось но благодаря деканам по-лису какого у нас декана и вы знаете во многом во многом благодаря вот именно Александру Владимировичу который неестественно он выходил на заседание кафедры и говорил товарищи что вы мнете что вы жмете вот я выхожу на любую однику и говорю я марксист и пусть я скажу что средний прав и так далее я марксист и все же я четко и твердо отстаиваю свою позицию не имея на это право и вот вы знаете какая бы ни была ситуация потом немножко изменилось все вот но он оставался вот таким именно марксистом таким человеком которым было приятно общаться и так далее у нас с ним были такие теоретические споры немножко потому что я специалистом капитала и там находил какие-то вещи которые ну посчитал что например что маркси ну не совсем развивал трудовой теории стоимость у него была своя теория стоимость и так далее вот но давал статьи и печатал запросы политической экономии вот одна статья была вестнике инду которая попала азербайджи который написал это всем известное слово что хотя я не согласен но демократ я не могу не дать слово вот этой точке зрения понимаете и в этом конечно величие просто человека который способен принимать не только высказывает свои какие-то такие идеи принимать и другие идеи хотя в принципе мы работали в общем делу общее дело вот я так сказать всю жизнь развивал пытался сохранить на факультете то что раньше называлось спецсминар о капитал вот спецсминар о капитал я сжал кратенько и излагал студентам понимаете дальше трудом находил по ним так что огромное спасибо Асана Тимович еще как для всех это совершенно непонятно не как почему что ничего неизвестно но знаете для него он жив и будет продолжать оставаться таким живым и будем считать что и так оно и есть он рядом с нами спасибо огромное с вами Александр Владимирович он был знаком совесть нашего университета вот уже 25 лет когда с Мурином Олегом Николаевич нас познакомил он вышел с предложением создатель социоэкономики Александр Владимирович вот разговаривает знаете вот Александр Владимирович это человек который не только что-то лиц он всех наших студентов вот был для них примером не только студентов для всех преподавателей для меня как человек кристально чистой души человек которого совесть это главное совесть справедливость вот и в то же время удивительно деятельный мне казалось что он вообще меня в два раза моложе оказывается что разница не большая совсем потому что он двигал перевод институт социоэкономики и свои научные исследования выступления со студентами аспирантами тысячи выпускников благодаря Александру Владимировичу университет развивался наш как говорится и шире и ввысь и везде 25 лет 25 лет работы 25 лет служения стране потому что то что он говорил это ведь забота о людях мы не бедового родились чтобы кушать знаете мы родились для того чтобы созидать и вот Александр Владимирович он был тот созидатель который создавал создавал новых людей он возрождал государственное планирование вся наша экономика она была социальной экономикой социалистическая страна забота о человеке конечно это было горько что нашу страну уничтожали 35 лет 35 лет предатели перерождели люди которые кормились о дяде сэмом да и о других тоже знаете как конфермисты и нашим и вашим за рубль спляжем вот это публика Александр Владимирович всегда шел прямо шел к цели чтобы все люди в мире были счастливы чтобы все люди трудились работали зарабатывали получали заработанные платы за свои труд Александр Владимирович это созидатель и горько горько сейчас мы просто осиротели все я надеюсь что молодежь продолжит его работу ведь вопросы совести вопросы чести вопросы созидания не самые главные вопросы человека вот здесь много молодежи так ну и много людей нашего поколения ну и что рынок уничтожены сотни тысяч заводов уничтожены сотни тысяч предприятий и продолжаются уничтожаются наука всячески раздал уничтожаются уничтожаются все и самое главное уничтожается совесть человеческая уничтожается душа человеческая но все в этом виноваты вот как сказал Влад Шалыч Куджава, хотя в последнее время он тоже, скажем так, кланялся дяди Сэму, ну а покойных, так? Вселенский опыт говорит, что погибает царство не от того, что тяжит быт или страшный бытарство, а погибает от того, чем больнее, чем дольше, что люди царство на своем не уважают больше. Мы перестали уважать нашу великую родину, перестали уважать наших предков, наших родителей, наших прабабушек, прадедушек, которые нашу великую страну создавали с большим трудом, не жалея себя. Вот Александр Владимирович, он шел прямо, он любил свою родину, любил свою супругу, он любил свою работу. Нужно его робота, как ученого, развивать великое учение. И прежде всего, которое говорит о справедливости. Ведь это не зря большинство русских людей поверили в эту идею. Они поверили, они двигались. И у нашего поколения, вернее, у молодежи же, мы-то все уходим, так уйдем, а с чем уйдем? А у молодежи есть такая возможность развивать нашу страну. Дай Бог, чтобы она сохранилась в эти трудные годы. Дай Бог, чтобы хватило сил против. Вот, и дай Бог, чтобы где-то как-то промышленность поднималась, наконец-то они пришли. Вот здесь рядом стоит, рядом, знамя революции. Лучший завод в стране. А там рядом, кругом. И все это уничтожает, уничтожает, уничтожает. Я думаю, что вот и у молодого поколения, и у нас тоже мы должны передавать нашей молодежи идеи Александра Владимировича. Воспитывать их. Настоящих, а не дутых патриотов. Не лавочников готовить, а готовить настоящих специалистов, которые будут возрождать нашу Родину. Вот, благодаря заветам Александра Владимировича. И то, что вот он столько напридумывал. В Китай ездил, значит, и оттуда звонил. И столько всяких почных дел придумал, чтобы... А у нас сейчас куда смотреть-то? Да, когда-то наши младшие братья, а сейчас они... А почему? Все по плану шло. План был порядком. Вот, благодаря Александру Владимировичу, в нашем университете, университет развивается по плану. Все. Пятилетие плана развития университета. И как ни странно, несмотря на весь развал и противодействие, скажу так мягко, антисоветчиков, развиваемся, выполняем план, к чему Александр Владимирович четко ставил нам задачу. Здесь много правильно говорилось, что Александр Владимирович это фигура, это явление, это культура, это историческая фигура. Для меня он таковой стал в январе 90-го года на 28-м сезоне КПСС. Когда посреди, как он потом написал в своей книге «Белая ворона», круговорота слов, он сказал самые правильные слова. С одной стороны, те, кто присутствовал тогда в зале, ничего не делали для противодействия поднявшейся волне антикоммунизма в стране. Более того, как известно, многие из присутствовавших там эту волну еще и подстегивали. С другой стороны, он закончил словами пролетарского гимна «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой». И вот с этого момента он для меня стал исторической фигурой. До этого я его знал как прекрасного преподавателя, как завлекательного лектора, как человека, который организовал вокруг себя кружок на экономическом факультете МГУ. И вот я бы хотел подчеркнуть его в такую привлекательную черту, как, я бы сказал, это мощный культурный тонус сам по себе. Культурный тонус, который еще и переливался благодаря диалектическому мышлению, благодаря геологическому мышлению. Вот одна из его самых замечательных стопей написанных у меня Алексеевны, это «Следующие сто лет Бортина». Это вот, на мой взгляд, я об этом уже не раз говорил и не устану повторять, главное достижение, наряду с монографией «Глобальный капитал» постсоветской школы критического марксизма. И я бы все-таки одно слово сказал, которое здесь еще не звучало, афористичность. Вот то, о чем я говорил, да, вот эта культура-центричность, это еще оточенная еще и диалектикой, и диалогом, она и предавала Александру Владимировичу как лектору, как рату, особый шаг. И он дало формулировки, которые ее запоминались, причем такие формулировки, что все правильно, все емко, совсем согласен, но сам не догадался, а вот Бузгарин сказал. Ну, самое главное, конечно, это сотворчество. Слово, которое я услышал от него, когда еще был студентом, вот оно запало мне очень глубоко в душу. И вот Александр Владимирович, это пример сотворчества как на монографическом уровне его работы и с Андреем Ивановичем, и с Людмилой Алексеевной, и с другими товарищами, так и на уровне, я бы сказал, пистолярном, на уровне отзыва. Ну, почему вот развалилась политическая экономика в институте экономики? Потому что там никто нормально не мог прочесть работу и сказать, вот это вот интересно, а вот с этим можно поспорить. А Александр Владимирович, он когда читал, очень, так сказать, деликатно, но в то же время убедительно высказывал аргумент, он вступал в диалог с автором, даже если не был с ним согласен. То есть так получилось, что мне пришлось писать статью «Марксизм» для большой российской энциклопедии. Не скажу, что я лучший автор для такой статьи, но в тех исторических условиях любой другой, по-моему, был бы гораздо хуже. И вот когда мне дали рецензию, рецензия, так сказать, Бузгаля, Бузгаля на Икаулганова, причем, как выяснилось, они поняли, кто является автором статьи, но, тем не менее, очень, вот именно в духе, так сказать, творческого диалога указали вот автору, пусть тут какие-то дискуссии, а вот тут ему место вообще отдает, позитивизму, кстати, правильное замечание. Вот, понимаете, контраст, например, по сравнению с какими-то другими рецензентами, которые там начинали писать, а вот автор статьи «Микроэкономика» начал совсем не с того, а вот я знал того, кто знал этого Ситовского. Я тогда сказал редактору, если вот он знал того, кто знал того, да, пусть он с этим и пишет аналогов, которых вообще не было в кинтекритической литературе, или, извините, редактор, который вот, который я, в общем-то, выучил на самом деле, потому что никто не хотел браться из знакомого ему круга людей за статью «Марктизм». Я, так сказать, взялся, потратил на это довольно много времени и сил, и он в результате вышибнул тот антаж, который для меня нет принципиально значения. Вот эта неспособность к диалогу, вот это как раз черта Роберту Амсу вот той самой интеллигенции, которая 99%. И вот особенно в институте коммуника, как мне интеллигенция оказалась, насколько это очень много. Еще замечательная формировка, вот опять же, все согласят с ней. А вот Бузгаленко только один выданил ее. Когда в середине 80-х они с Андреем Ивановичем Калганом развернули критику советского бюрократизма, вот тогда стали говорить о советской бюрократии, там номенклатура, слово вошло в обиход, и вот Бузгаленко сказал, в слове бюрократов и блатмистеров. Ну замечательно вот сказано, да? Вот замечательно сказано. И, в любом мире, не утратило актуальность. И еще один эпизод. Долгое время у нас был с прошлым разговором, чтобы я для теоретического семинара в Госдуме подготовил доклад о школе межсистемного анализа, к которой я привыкаю. И вот в какой-то из предновогодних декад посетил у меня несчастно приходящие гости, вдохновение. Я написал доклад, отправил Александрову. Он мне отвечает. Георгий, трудно придумать лучший новогодний подарок. И вот дальше опять его замечательная фористическая фраза, который поймет только марксист. Привет от всего нашего несвятого семейства. И Прождественник когда-то сказал, Маяковский, какая главная черта, где с одним словом, советскость. Вот, обузгали, можно сказать, то же самое. И я бы добавил, что это самое яркое советское. Обращаясь к тому же Маяковскому, у него есть замечательные строчки, для веселья планета наша мало оборудована. Надо вырвать радость из ведущих дней. В этом мире умиреть не трудно. Сделать жизнь значительно трудней. Вот Александр Бузгалин, это человек, который умел вырвать радость из ведущих дней. И поэтому он творил жизнь. И продолжает его творить. А в качестве, конечно, исторической фигуры, вот надо сейчас думать о том, что сейчас время, когда его научное наследие, и только это изменилось, он продолжает бороться в своем научном наследии. И в то же время, поскольку он, это история, его научное наследие заслуживает специального изучения. Например, концепция позднего капитализма от Ленина через Эрнеста Мангеля к Бузгалину. Это предмет вполне солидного академического исследования. Молодежь призываю призываю об этом подумать. И, конечно, о многом другу. В общем, Александр Бузгалин, счастливый человек, он продолжает бороться. Спасибо, Павел. Вот после такой яркой точки, которая является в то же время и многоточием, мы завершаем, ну, скажем так, официально, формально нашу часть. Я попрошу сказать заключительное слово Людмилу Алексеевну, потому что последнее слово, безусловно, должно остаться за нею. Вот Александр Владимирович, мой саджник, спрыгивает на этот трамвай, неважно, который уходит в будущее. Поэтому про Александра нельзя говорить, давайте вспомним, будем хранить память. Нет, это не про него. Его в сундук не положишь. Он будет жить только тогда, когда мы будем работать этой же методологией, этими же методами и работать по тому вектору, про который мой отец сказал. Ты знаешь, тебе будет встречаться много людей. Они будут тебя звать туда, сюда. Это хорошие могут быть люди. Ты их слушай. Мы лучше идти по звёздам, а ещё лучше по красным. Понимаете? Вот, а ещё как-то лучше идти по красным звёздам. Так вот, я хочу сказать, Александра вот эту фотографию назвала так, «Навстречу будущему». Вот это уже зависит от нас. Александра вдохновляла, вернее, вот как-то вносила эту энергию жизни, мыслей, чувства, отношений, образов. А вот теперь наша задача вырвать Александра Владимировича из этой тщедушной формы небытия. Вы знаете, о чём говорю. Вот в эту жизнь. Ну, это будет зависеть от нас, от нашего таланта, знаете, от нашего мужества чувствовать эти противоречия и находить силы таланта, их разрешать. Поэтому я своим студентам всегда говорю. Желаю вам трудных вопросов и талантливых ответов. Это я себе пожелаю. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ